Дорогие друзья, уважаемые слушатели, зрители, подписчики, просто гости моего таро-терапевтического магического канала. С вами природная ведущая Татьяна Любимова. Наша встреча сегодня опять будет касаться вопросов любви и отношений, и также мы посмотрим, что он думает о вас сейчас, на данный момент времени, на тот момент времени, когда вы просматриваете данное видео. Я вам напоминаю, что это общий расклад, поэтому, пожалуйста, у кого будут претензии, либо оставьте при себе, либо обратитесь лично на платный прием. У нас будут три варианта. Выбирайте, пожалуйста, один из трех. Сейчас я буду работать на старших органах. Так, что ж он там о вас думает? В данный момент времени. Может быть, какой-то совет еще с вами посмотрим. Возьмем дополнительно. Так, давайте еще. Ну что, определились? Давайте приступать. Итак, первый вариант. Смотрим, что у нас здесь. Ух ты, как отсвечивает. Ну что, ситуация ваша развивалась очень даже тепло, гармонично. Все предпосылки для приятных отношений, любовных, дружеских. Вы в разных, можете быть сейчас на разных стадиях. Кто-то познакомился, кто-то женат. И есть треугольники различные, третий, лишний и так далее. Здесь это тоже все просматривается. Я сейчас расскажу поподробнее. Вы на себя, на свою ситуацию перерабатываете информацию. Итак, напоминаю, что это общий расклад, поэтому будем разбираться. Повторюсь, хорошее начинание, но как вариант, в связи с дальнейшим расположением карт, ситуация ваша вышла из-под контроля. Есть вариант, вы знаете, заиграться. Просто потерять бдительность очень сильно срезонирует с парами, которые либо расстались, либо нарушены были. Союз двух был нарушен, да, появился третий лишний. Если вы одиноки, по аркану башни, которая здесь у нас присутствует, нужно разобрать свои завалы, свои какие-то, знаете, ненужные контакты, лишние связи, вплоть до того, что нужно взять телефон, почистить и посидеть, разобраться. Предыдущие отношения ваши, из которых вы вышли, это я говорю для одиночек, вам были таким показательным уроком, который вы должны сейчас перелопатить, да, и не наступить больше на грабли. Если у вас сейчас есть какой-то партнёр, то это говорит о механическом проявлении каком-то, да, о физическом. Обязательно нужно партнёра здесь смотреть на такой вопрос негативных программ. Очень сильное разрушение идёт через этого партнёра. Вот на кого вы сейчас спрашиваете, это особенно одиночек касается. Если есть ситуация обманного выбора, знаете, как за неимением лучшего. Кто-то уже устал и настрадался до такой степени, что на безрыбье и рак рыба. Такая ситуация, да, что нужно брать, потому что уже просто усталость. Вам нужен просто тактильный контакт какой-либо, обнимашки, массаж, возможно, или ещё что-то, но к человеку, который около вас сейчас нужно присмотреться внимательно. Там, возможно, негативное, разрушительное влияние. В данной комбинации идёт перерасход энергии. Вы можете запросто отдавать, причём как через физический контакт, так просто заблуждаюсь насчёт вот этих вот отношений. Если есть ситуация третьего лишнего, смотрят замужние или девочки в парах, которые или мужчины, кстати, да, на подругу. Очень большая ревность. Женщина, скорее всего, не была верна, но здесь показывают, что это механическая связь, которая могла разрушить отношения. Такой поход на сторону, да, где-то какие-то обманные, обманная тяга была, что-то жажда приключений. Поэтому если смотрят мужчины, скорее всего, вы просматриваете свою ситуацию, где была измена со стороны женщины. Если смотрят меня девочки, уважаемые мои дамы, девчата, те, кто столкнулись с ситуацией третьего лишнего, и если у вас есть соперница, то соперница достаточно сильна. Врага нужно знать в лицо, и никогда не надо недооценивать своих врагов, своих вражин, третьих лишних. Кстати, для тех, кто только познакомился, здесь нужно сразу обращать внимание всё-таки на негативную сторону, потому что вы можете поддаться своим чувствам, ощущениям и просто вот уйти вот это. Знаете, как такая детскость, розовые очки и детскость, потому что сам по себе орган солнца, он всё сглаживает вроде бы хорошо, да, но при сочетании при данном здесь рекомендуется вам всё-таки проверить сначала хорошенько человека, прежде чем в ум с головой. Вам даётся ситуация как очищение. Теперь такой вариант. Для тех, у кого всё хорошо в отношениях. Для тех, кто в браке либо в отношениях, вы считаете, что всё хорошо у вас. На данный момент, возможно, всё не так уж и плохо, но есть такой звоночек, на который нужно обратить внимание. О чём думает ваш партнёр на данный момент? Ревность. Безусловная ревность. Не знает, где вы, что вы, как с вами. Но это для тех, кто в ссоре, либо не живёт вместе. Может быть, вы общаетесь ещё только по интернету. Вообще, конечно, здесь хорошо, если бы у вас уже были отношения, близкие. Но вот если у вас всё достаточно хорошо, что думает ваш партнёр? Вы для него удивительно сладкая, вкусная, соблазнительная женщина-женщина. Просто великолепная. Может раствориться и просто-напросто потерять голову. Вот так он вас воспринимает. Очень дико ревнует. И даже может представлять то, что вы с кем-то сейчас, возможно, вы действительно замужем. И ваш партнёр, любовник вас ревнует к вашему собственному мужу. Если вы женаты, то вполне бывает и треугольник, либо же между собой. Ситуация устрая. Может проиграться. Уже давно в отношениях, а сейчас какой-то вот такой конфликтной ситуации. На что обратить внимание. Нужно очень резко начинать действовать. Прямо действовать. Для восстановления отношений, для подчищения вот то, что между вами происходит. Потому что, если потерять момент, можно потом расстаться на... очень долго и очень серьёзно. Да, вы влияете, вы можете обуздать ситуацию, взять свои руки, взять под контроль. В любом случае, правда будет за вами, потому что очень большая сила. И всё-таки по сочетанию, по общему сочетанию, если ситуацию просто не пустить на самотёк, а вовремя принять меры, это уже вам решать, как вы будете, но как-то нужно находить. Не знаю, книжки по психологии, конечно, тут, наверное, вряд ли помогут. Даже кто-то смотрит на бывшего, здесь однозначно есть негативная программа. Но она может быть не настолько сильной, что прям совсем плохо-плохо. Но опоить вашего партнёра могли. Или того человека, на которого спрашиваете, какая-то негативная программа здесь. Может быть, а это однозначно портит все хорошие ваше начинание, всё хорошее от того, что было. Это очень может быстро начаться, вот это знакомство, и как будто бы вы сто лет человека знали. А потом раз в раз прям происходит то, что вы человека как бы не узнаёте. То здесь есть воздействие негативной программы. Вы посланы этому человеку для того, чтобы дать ему энергию, дать возродиться. Что он о вас думает? Вот конкретно, да, на данный момент. Если ему плохо, если действительно действует эта негативная программа, вы для него как луч света в тёмном царстве, вы источник энергии, вы источник тепла. Даже мыслями, если он далеко сейчас от вас, он вспоминает, ему становится теплее, вы о нём думаете, он получает от вас эту энергию, которая ему необходима. Возможно, гордыня, возможно, как раз-таки замутнённость сознания не даёт ему выйти с вами на связь или это если вы вот вторая башня перед вами, при вас. Обязательно нужно смотреть, потому что его, этого человека могут, конечно, вы можете быть для него манкой. И также, если вы знаете, что есть соперница, если вы реально поругались, расстались там как-то, да, или сейчас находитесь, пока взяли паузу, то очень сильный вариант двойного разрушения. В общем, нужно принимать меры как-то или что-то делать для того, чтобы, если вы дрожите этим человеком, да, как-то возобновить, как-то ему помочь и возобновить ваши хорошие, хорошие начинающие, вообще удастся или нет. Да, здесь будет, ну, движение какое-то вот у тех, кто не окончательно расстался, если вы не смотрите на тех, кто совершенно уже всё ушёл, да, от вас, или вы расстались, вы ушли от человека, то есть возможность всё наладить, но это будет такой переход со сложным, тяжёлым сердцем. Опять же, вы знаете, кому-то даже проиграется смена места, перемена, а может быть лежает куда-то в командировке в коротке, может быть, работает где-то, и там, возможно, есть ситуации, где опаивают, окармливают, да, пытаются увезти человека из семьи или из отношений, смотря какая у вас ситуация. Напоминаю, расклад общий, поэтому сложно бывает, иногда можно прям по полочкам, да, вот для одиноких, потом для тех, кто в браке, или же для тех, кто только познакомился, но тоже не знает, как быть, там, ну или сожительствуют, да, люди непонятный статус, неопределенный, ну вот, в общем, пока так, у вас 50 на 50, две башни вышло, это такой серьезный знак, поэтому обратите внимание, но если еще раз напоминаю, все хорошо, и вы очень уверены, ваш мужчина как-то рядом, или вы вот просто решили что-то уяснить, уточнить, вы для него безусловно манкая, прекрасная женщина, очень большая сексуальная тяга к вам, и очень большая ревность, но там тоже, может быть, затуманено, потому что ревность, ревность и рознь, да, одно дело хорошо, когда для стимула, для стимуляции отношений, другое дело, когда ревнует каждому столбой, ну, вы понимаете, то есть надо как-то тоже этот момент регулировать, да, дальше все перекрывают, не будем больше эту ситуацию просматривать, пожалуйста, если хотите уточнить, приглашаю на личный, индивидуальный просмотр, консультацию, перейдем ко второму варианту, перетасовала колоду, чтобы взять потом дополнительные карты по вашей ситуации, и так вариант второй, вот тоже так, иногда говоришь, говоришь, хочется все в точку, да, потом как идет информация, да, то так сложно сразу остановиться, так, что происходит у вас, ого, девчата, вот здесь я буду все-таки как-то перевернутое значение, наверное, тоже прокомментирую, потрактуем, потому что сразу вышло два перевернутых аркана, и еще ситуация под воздействием аркана дьявол, здесь ситуация явно связана с прекращением манипулирования, видно, что мужчина пытается быть на троне, показывает свою силу, пытается ее показать, пытается давлеть, но надо сказать, что ничего у него не получается, или получается очень слабо, давайте так, по пунктикам, если вы одиноки, и вы просматриваете ситуацию на себя, допустим, на бывшего партнера, то вы очень умело обошли ситуацию, и просто-напросто, тут может быть даже брачный аферист, или что-то в этом роде, как-то вы этого избежали, человек, который привык паразитировать, очень сильный, и красивый, и мощный, может быть, снаружи, причем человек пытался контролировать, урезать ваши какие-то действия, не пускал, может быть, даже на обучение, не знаю, куда угодно, ну, это, знаете, как, когда пытаешься человека просто-напросто лишить вот своего «я», думает он о том, он сожалеет просто-напросто, что он не смог вас удержать, если произошло расставание, если вы находитесь, вот только познакомились, да, в таких непонятных еще отношениях, может быть, даже какое-то сожительство, но не очень такое длинное, решили вы проверить чувства на вопрос бытовых отношений, да, как у вас, как вы будете в быту уживаться, здесь может быть, конечно, две такие силы фундаментальные, вы, у вас большая сила, вы можете противостоять, у вас есть свое «я», вы можете сами манипулировать, по сути, вы можете делать так, как будет удобно вам, и пофиг вам, знаете, анекдот, помните, да, если у меня там руки вот так, да, то мне пофиг, как у тебя шапка вообще, на бок, да, или вот корона у него ровная, или немножко на ушах виснет, тихим-тихим сапом, да, ну, делайте свои дела, и самое интересное, что, да, он думает о вас, сожалеет ему, он либо хочет вас передавить и не может, да, вот, но возможно же это и сожаление о том, что у вас могло бы сложиться, если вот вы действительно уже расстались, или это пауза, мешает, он хочет давить, а вы вынуждены быть сильной, то есть вы не можете даже расслабиться с ним и быть слабой, быть самой собой, потому что вас лишают вашего «я», не понимают какие-то моменты ваших нужд, ваших желаний, вот здесь мне такую ситуацию показывают, опять же, я понимаю, это у нас расклад общий, но вы, пожалуйста, тоже об этом помните, и сильно требовательным тут быть не нужно, потому что тут реально, девочки, можно просто-напросто, вот, ну, сколько ситуаций, одинокие, свободные, прекрасные наши девочки и мальчики, далее, те, кто познакомился, да, и те, кто, даже четыре, кто в парах, кто в треугольниках, и даже пять, и те, кто смотрит на бывших, то есть вы, пожалуйста, выхватывайте такую информацию, да, вот, она будет вам полезной, вы поймёте, возможно, где-то, чтобы потом снова не наступить на свои же грабли, возможно, я повторяюсь, но повторение, мать учения, и так, совет, и как вам быть? Очень большая энергия и очень большая сексуальная сила и сексуальная манкость, и, то есть вы можете вполне себе даже проиграть, проманипулировать, отпустить, вот, по ладочке, пусть пойдёт в свою пещеру, подумает, и вернётся уже хорошим императором, надёжным человеком, возможно, какой-то урок он уже с вами получил, то есть сидит теперь, раны зализывает, что вы сильные, он думает, не удаётся вас не то, что приручить, переломать, надломить, не удаётся, тут, возможно, даже сила характера ваша настолько вы можете схитрить, да, вам будет больно, но вы не будете показывать, вы будете плакать молча в подушку, да, по ночам, а он будет думать о том, что не успел, не смог настоять на своём, очевидно, другие девушки и женщины, как-то ему удавалось их сломить, сломать, но теперь, тут, видимо, коса на камень такая сильная нашла, что вы при всей своей слабости очень сильно и показываете это, и здесь парадоксально, да, что на данном этапе времени вам даже нужно, то есть, здесь идёт игра, какая-то тоже манипуляция такая же, да, но вообще пятнадцатый аркан это очень большая сила, и не нужно думать, что такой прям негатив-негатив, ну, извините, иногда надо быть хотя бы внешне, чтобы быть сильной, да, надо показывать, что ты не белая и пушистая, иначе на воротники растащат, правильно? Правильно. Кошенька пришла, помогать пришла, куда-то пошла на стол, не надо, чего возмущается. Второй вариант, я вас поздравляю, хоть я не показала аркан жрица, но давайте посмотрим, может быть, вы девушка-маг, но тоже сила, поздравляю. Девчата, я при вас доставала, девушка-маг, ну да, да, у вас есть способности. Вы знаете, я часто смотрю просто мои расклады, часто еще бывает параллельно на негатив, просматриваем, да, идет коррекция, и смотрю, конечно же, коллеги, ну, ничего не вы дома, вы все видите сами. Ну, замечательно, вам просто нужно силу свою признать, и около вас находится ваше, знаете, ваше общение какое-то, что-то такое у вас, если вы захотите, будут идти к вам те люди, которые вам помогут. Если вы занимаетесь уже, то, конечно же, вы на своем пути. Если только вот у вас свое предчувствие такое, да, то у вас, ну, что сказать, говорить здесь нечего, здесь вот уже все видно и ясно, да, все было при вас. Лишние слова, они даже могут убрать, то, что вы сами понимаете, да, поняли себе. Иногда мы сами себе закрываем пути, просто нужно знать, что на верном пути, когда ты идешь, идутся люди и силы, которые помогут, приведут, однозначно. Ну, я так понимаю, что да, у вас, видите, иногда даже, кстати, бывает по практике, была такая ситуация, когда реально маг, который очень любит ведьм, пытался, пытался познакомиться только с ведьмами и рассказывал, что он жил в саду моей ведьмы и не смог ее побороть. Говорю, зачем же ты ищешь ведьму дальше, зачем тебе это надо? Вот ему хочется, щекочет ему нервы такой водоворот событий, немножко такой садомазомаг, с чего сторона, и он потом вспоминает. Конечно, если вы расстались, то вас такой человек никогда не забудет, он все время будет о вас вспоминать, как вы могли его уделать, перехитрить, уделать и так далее. Ну что ж, на такой приятной ноте перейдем к третьему варианту, да? Давайте. вспоминает и ищу как. Ну за что? Я вообще просто люблю, обожаю Таро. Никогда не подводят, а самое главное правильно трактовать, конечно же, да, читать. Но карты не в рот. Карты не в рот. Что мы видим здесь? Перевернутый, немножечко отсвечивает. Так. Девочки, а вот здесь ситуация, ну и молодые люди тоже, мужчины, юноши, парни, молодые люди. Давайте обозначим так. будь вы одиноки, или вы в гражданском браке, или вы только познакомились. Мне сразу показывают, что вы иногда любите быть настолько бесшабашной, более-менее приятные выбирать слова, ни в коем случае не оскорбляя. но это важно иногда просто лишний раз, да, когда вы, возможно, вы сами знаете такое за собой, знаете свой характер, как говорится, но здесь, возможно, такая ситуация, что вы сами себе создаёте проблемы. Вы настолько вспеняли мозг, душу, не знаю, всё, что угодно, можете усложнять своему партнёру, что тяжко вот здесь просто-напросто быть с вами в одном пространстве, в одном помещении, в одном доме очень сложно. И причём это дело ваших рук. Мужчина со стороны, как бы он думает, наблюдает, да, и есть вариант быть очень длительное время вместе. То даже рождение детей, но что-то, может быть, просто не получается за счёт вашего характера. Мужчине, вашему вот партнёру, либо вы загадываете, да, почему там, почему не сложилось, может быть, спрашиваете, что он думает сейчас о вас, да. Он вспоминает, что вы чудесная, замечательная, классная женщина, красота, вы звезда для него. Но вы своим поведением можете нарушить всё, то есть даже то же самое, вот продлить с вами отношения. Мужчина иногда вы ставите в такое положение, да, что он просто думает, что это было. И как-то вот очень всё это, хотелось бы спокойствия и серьёзности, да, с вашей стороны, как бы понимание его мысли о вас, да. на данный момент он хотел бы, чтобы вы стали немножко спокойнее, чтобы вы были не такой громкой, не такой яркой, не такой вездесущей, да. Возможно, у вас такая интуиция, тоже вы что-то там подозреваете, высказываете, вы что-то себе надумаете, это тоже здесь может быть, и потом делаете ему мозг. Звезда второго наслаждения – это наслаждение тишиной, и счастье любит тишину, да. Сейчас об этом много говорят, потому что такая жизнь и виту, инстаграмы и социальные сети, да, всё видно, все фотографии выкладываются, показываются, кто как живёт. Но здесь человек думает о том, что вот он не такой какой-то, ему нужно спокойствие, ему нужно какой-то обычный темп жизни, более простой, более спокойный, и отношения более спокойные. Вполне даже может быть, что мужчина просто используется в каком-то плане, да, для себя, для возможности выходить в свет, выходить в фитнес, шоппинг и прочее, и прочее, и прочее. Мужчина тот не дурак, он это всё понимает. Здесь тоже рекомендуется некий ритуал очищения, да, чтобы ваш союз был прочным. Всё может сложиться хорошо. Помните, как в фильме «Секреты её молодости»? В конце, когда героиня, которая прожила 300 лет, и она исчезает, да, и она говорит, что «Как поздно я полюбила эту жизнь?» То есть она поняла, что такое роза, да, что такое вот аромат розы там. То есть у вас всё здесь под ногами практически, да, не нужно заглядывать в звёзды и будущее. Здесь всё может проиграться, что человек, возможно, которого вы недооцениваете, девочки, который рядом с вами, который, ну, в котором вы на самом деле нуждаетесь. Здесь у вас погоня за кем-то. В смысле более высокого статуса, более высокого положения, более симпатичного. Приглядитесь. Важно, как человек о вас вообще заботится и что он делает. Безусловно, этот человек о вас думает. Исцеление душевных ран. Потому что карта Завезда – это ситуация ясности. Здесь идёт исцеление и освобождение от груза каких-то ожиданий. Здесь очень важно сохранять некую деликатность, нежность. Это могут быть даже платонические отношения для тех, кто только познакомился, либо вы уже давно знаете друг друга. Вот как рекомендация, или просто что здесь у нас показывают восьмерка мечей. Но в общем и целом здесь очень даже гармонично выстраивается цепь событий. в том, что, возможно, даже вам не хватает сексуальных отношений, близких отношений не хватает. Возможно, здесь такая платоническая связь вас как бы вводит за нос. Вы так думаете, да? И хотите узнать, что же думает о вас ваш партнёр. Ему мешает сделать первый шаг, если вы ещё не были близки. Опять же, то, что это ваше поверхностное, возможно, вы не раскрыли свою душу и вас видят просто как такой красивой, стильной девушкой, женщиной, да, но которой нужна звезда. Опять же, нужна роза, а не соловей. Хотя это может быть не так. Вы тонкая, чувствующая, да, действительно с глубоким внутренним миром, с большим, с огромным потенциалом женственности, нерастраченной любовью, возможно. Но просто на данный момент загаданный вами человек вас этого не ощущает или не может вас понять. Но, возможно, он просто не ощущает, да, ему нужно это показать. Конечно, здесь такая чувственность идёт очень большая. Если вы не близки, то, да, это может длиться вот такое состояние длительное время. Что же вам делать или не делать? Ещё раз. Давайте-ка смотрим. Да, вы очень чувственная на самом деле. Самое интересное, что, да, чувственная натура, вы естественная, вы натуральная. С вами должно быть легко, потому как вы всё-таки живая, у вас огненная стихия у вас. Даже если вы знака воздуха, вы можете, как бы быть, зажигалочкой. Но только, чтобы это был позитив, потому что вот ещё вышла у вас императрица. То есть, да, всё поправимо. Вполне можно создать из такой женщины волевой, яркой, тип темперамента такой, холеричный. Отсюда могут быть и проблемы. Просто вот за этой, за хаотичностью, да, не виден ваш потенциал, ваша тонкая натура, ваша тонкая прекрасная душа. Непотенциал, да, нераскрытость. То есть, у вас любви может хватить вообще на всех. Только нужно это показать, потому что императрица тоже яркий тому пример. С вами может мужчина достигнуть очень-очень больших высот. Вы можете, если немножечко будете поспокойнее и осознаннее, да, какое-то направление вам просто нужно задать. Но опять же, девочки мои, дорогие, и мужчины, кто смотрит, хотя вас в меньшинстве, да, но я вас очень рада знать, вам очень рада, да, что вы смотрите также мои видео. Если будет у вас потребность и желание, пожалуйста, пишите мне на WhatsApp. Номер я оставляю всегда под видео, и мы с вами просмотрим все закуточки, как говорится, и на тонком плане, что там нужно, что нужно сделать, чтобы всё было замечательно. То есть, всё уже хорошо, будет только лучше, да, надо к этому стремиться. Да, что вот так. Хорошо может получиться, вам только нужно интеллектуально. Вот этот вот интеллект с вашей харизмой, с вашим темпераментом совместить, и всё будет вообще замечательно. Вот так. Ну, я надеюсь, что вам было очень это всё интересно, как минимум и полезно, как средний максимум такой. Это не истина в последней инстанции, как я всегда говорю, да, считывать информацию всегда лучше персонально. И вот на этой позитивной ноте хочется сказать до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok